привет друзья вот делаем букет тюльпанов из воздушных шариков хотели бы с вами поделиться технологии изготовления таких тюльпанов ну вот друзья для изготовления букета тюльпанов нам понадобится длинные разноцветные шарики шедеем их размер 260 насос для воздушных шаров и ножницы из двух шариков мы делаем один тюльпан зеленый это будет стебель немного растянем шарик и мы посчитали что мы сделаем 5 качков и у нас получится стебель нужной длины раз два три четыре пять вот наш хвостик примерно на 6 пальцев немножко спустим воздух и завяжем шарик это у нас стебель разомнём шарик и давайте сразу сделаем чашелистики скрутим шарик раз придерживаем складываем то есть в левую руку в левой руке зажимаем и перекручиваем этот элемент вот так хвостик в руке далее делаем такой элемент второй пинч-твист скрутим шарик раз складываем оттягиваем пальчиками правой руки и перекручиваем и третий такой небольшой делаем бабу твист скрутим шарик раз вот так теперь складываем оттягиваем и перекручиваем вот так вот теперь разомнём стебель вот чашелистики готовы стебель готов нужную длину необходимо отмерить если оставить останется излишек скрутить шарик срезать излишек и завязать хвостик как обычно мы делаем и так стебель готов отложим его пока в сторону сделаем непосредственно цветок растянули шарик и снова делаем 5 качков чтобы у нас получился тюльпан среднего размера и так 1 2 3 4 5 снова у нас должен получиться хвостик примерно на 6 пальцев немножко спустим воздух и завяжем шарик друзья все полезные ссылки как всегда в описании как завязать шарик без нитки как сделать грузик разомнём его и приступим к изготовлению бутона так начинаем примерно на 6 7 пальцев скрутим шарик раз вот что у нас получилось теперь складываем шарики вот так левой рукой держим и делаем элемент пинч свист как мы делали чашелистики оттягиваем правой рукой и перекручиваем вот так все крепенько все держится теперь нам необходимо сделать такой же длины элемент бабам твист вот так определим размер скрутим шарик теперь левой рукой придерживаем шарики вместе а хвостик спрячем несколько раз обовьем шарики место скручивания и хвостик вытянем вниз он еще пригодится когда мы будем круг крепить бутон к стеблю далее у нас остается вот так как мы длину уже рассчитали нужную поэтому мы оставшуюся часть завяжем в кольцо вот так перекрутим и можно даже связать чтобы было надежнее хвостики между собой можно просто обвить связать всегда надежнее далее вот у нас образовалось кольцо теперь мы должны найти середину то есть складываем вот таким образом находим середину подтягиваем ее хвостиком вот так прижимаем пальцами левой руки и правой рукой перекручиваем у нас получится два лепестка вот так теперь поворачиваем верхнюю часть вот таким образом и накладываем лепестки кстати предварительно можно слегка и загнуть один лепесток и второй чтобы тюльпанчик был такой раскрытый и вот заводим один лепесток и пальчиками вытягиваем правую часть тюльпанчик как видите друзья делать его очень просто но просто и быстро а результат замечательный очень эффектно смотрится такой букет вот что у нас получилось и при помощи хвостика мы прикрепим бутон к стеблю берем стебель хвостик заводим под чашелистики и несколько раз перекручиваем и прячем поправим чашелистики и поставим на место цветочек он будет крепко и хорошо держаться да друзья на всякий случай решили вам показать как сделать бантик из шарика у нас есть мастер-класс по изготовлению бантика из длинного шарика ну чтобы не искать для тех кто не знает как мы решили все-таки сделать итак берем красный шарик и делаем три качка раз два три потому что нам необходимо оставить длинный хвостик нам нужно будет много воздуха немножко спустим воздух и завяжем шарик вот так разомнем как всегда и делаем первую ленточку скрутим шарик раз и сделаем элемент пинч твист для этого сначала делаем бабл твист вот так теперь складываем оттягиваем пальцами правой руки и перекручиваем готово теперь делаем петли сделаем одну петлю определим ее длину скрутим шарик раз складываем и перекручиваем еще раз вот так половина банта готова не забывайте время от времени надавливать на шарик и распределять воздух хвостик кстати нас часто спрашивают почему лопаются шарики это одна из причин когда собирается много воздуха и следующий ваш шарик будет значительно толще и велик риск того что он лопнет так теперь определим длину следующего скрутим шарик складываем левой рукой придерживаем и перекручиваем вот так вот что у нас получилось вот бан готов теперь останется только срезать излишек и завязать узелок и обязательно срежем кончики для того чтобы работа была аккуратной ну вот друзья и бантик готов ну вот и все дорогие друзья совершенно не сложный в исполнении тюльпан готов легко и просто сделай сам пишите нам с удовольствием ответим на все ваши вопросы с уважением ромашка клоун добро пожаловать на наши каналы и сайты ссылки будут в описании пока и и и и и и и и